здравствуйте сегодня у нас разговор пойдет об одном из самых красивых цветов это роза именно в феврале месяце наши магазины все торговой точки наполняется вот такими красивыми пакетики с удивительными цветами как же не ошибиться как правильно выбрать сегодня разговор пойдет именно об этом итак вы пришли в магазин какому же производителю лучше отдать предпочтение я вам покажу сегодня ну один из самых наверно покупаемых и самых любимых производителей это под маркой семена алтай вот такие розы разновидность роз здесь масса вот на столе я выставила вам одни самых покупаемых и самых продаваемых итак начнем вот с почвы покровных примеру розы что мне нравится вот семена алтай во первых у 10 логотип 7 алтай написано здесь написано что произведено в сибири И действительно, эти розы, они очень устойчивы ко всем перепадам температуры, как говорится, закаленные Сибирью. Перепадам температуры устойчивы, устойчивы ко всем вирусным заболеваниям. То есть розы, если сравнивать с другими производителями, мне вот кажется, в моем саду, вот именно алтайские розы болеют меньше. Поэтому я всегда предпочтение отдаю именно вот этим сортам, этому производителю. Итак, что вы должны первой? Вы берете в магазине коробку группы и смотрите. Обязательно на упаковке всегда стоит размер куста максимальный, размер цветка, период цветения и какая-то роза, ароматная или неароматная. То есть имеет она запах или нет. Дальше что? Вы извлекаете саженец из упаковки. Сейчас я вам покажу здесь больше, понятно. Извлекаете саженец из упаковки. Вот отличительная черта, они упакованы всегда в два слоя. И даже на первой мешочке стоит название сорта. Я вам покажу. Упакованы в два мешочка. Второй мешочек еще плотно. То есть вообще прям плотно-плотно корневая система обмотанная. И видно уже наличие вот таких вот пробудившихся почек. Не пугайтесь, если даже они пробудились. Ничего страшного в этом нет. Обламывать их не нужно. Выковыривать тоже не нужно. Оставляем в таком виде. Вот такие розы куплены в феврале и месяце. Великолепно долежат до упаковки в нового сезона. При наличии подвала в подвале при температуре от 0 до 5 градусов. Если у вас подвала нет, то можно розы сохранить в холодильнике. Но в отсеке для овощей и фруктов. Но обязательно проверяйте, чтобы ваши розы не заплесневели. И постарайтесь все-таки, чтобы земляной ком, вот его на ощупь, когда трогаешь, понимаешь, что он влажноватый немного. То есть, чтобы ком не пересыхал. Ну, как правило, производитель уже за нас позаботился. Он достаточно плотно все упаковал. То есть, испарение влаги здесь минимальное. На что вы еще должны обратить внимание. То есть, все стволики у розы должны быть покрыты воском. Обязательно. То есть, защищены. И здесь вот кончики у роз не должны быть черными. То есть, если вы увидели, что вот такой побег весь черный, откажитесь от покупки такого зажима. Далее. Теперь пробежимся по сортам. Итак, что же такие розы? Что такое вообще разновидности роз? Какие вообще они бывают? Итак, ну, наверное, самый такой распространенный, самый любимый сорт. Это флорибунда и чайно-гибридный. Что же такое флорибунда? Это кустики от 40 до 1,5 метров высотой. Букетного типа цветения. Разновидностей таких флорибунды огромное количество. Цветовая гамма необыкновенная. То есть, есть махровая, полумахровая. Вот с такими вот раскрасками в центре. То есть, это старый вид роз, который уже заслужил ваше внимание. И которому очень многие садоводы-огородники отдают предпочтение. Используется он для акцентов на газоне, для создания красивых композиций. И очень красиво смотрится он в групповых фасадах. Ну, вот у меня в руках был принцесса Монако. Это вот один из самых любимых и часто покупаемых сортов. И вот тутифрути. Я вот прям вот специально взяла вот эти два самых любимых сорта. Вот принцесса Монако высотой 80 сантиметров. Цветки у нее, внимание, 14 сантиметров. Представьте, вот такой вот красивый цветок 14 сантиметров. То есть, и период цветения это где-то июль. Ну, здесь указано октябрь месяц. Конечно, в средней полоте у нас не получится октябрь месяц. Но в южных регионах до октября месяца. Вот такой огромный период цветения. Тутифрути. Один из самых тоже распространенных, любимых сортов. Растение высотой 80 сантиметров. Цветок 11 сантиметров. Период такой же цветения. Где-то с июля по октябрь. И цветок ароматный. Посмотрите, какой он обыкновенно красивый от краски. Чудо просто, а не роза. Вот у Флорипута цена стоит в разряде 265 рублей. Кстати, вот эти все розы вы можете приобрести в интернет-магазине Garden Zoo. Ссылку в комментариях я вам потом дам на этот магазин. Далее, какой еще сорт тоже очень любимый? Это, конечно же, плетистые розы. В чем отличительная черта плетистых роз? Это кустарник, который высота кустарника составляет 4,5-5 метров. С длинными гибкими ветвями, на которых собраны необыкновенно красивые цветы. Цветения обидные, продолжительные. На протяжении фактически всего лета очень много плетистых роз, имеют необыкновенный аромат. И назначения их используются для вертикального озеленения. Будут то и беседки, будет это какое-то другое назначение. То есть, они достаточно быстро и качественно создадут красивую стену. Здесь тоже указано. Вот, кстати, вот этот тоже очень интересный сорт. Называется Space. Посмотрите, какие махровые цветки. Высота растения 2 метра, цветки 10 сантиметров. Период цветения с июня по октябрь. В ценовом ряде стоит тоже 265 рублей. Далее. Еще вот один гитр розы. На самом деле, видов плетистых роз великое множество. Цветовых гамм у плетистых роз великое множество. То есть, выбирайте по своему вкусу. То есть, какие вам нравятся. От нежно-розовых до темно-красных, даже до вишневого цвета. Деревичьи грезы. Вот тоже один из самых любимых сортов розы плетистой. Высота растений 150 сантиметров. Цветок 6 сантиметров. Период цветения. Как правило, у всех плетистых роз, у них даже бывает некоторые два вида. Две волны цветения. То есть, первая волна с июня, а потом небольшой перерыв и наступает вторая волна цветения. Ароматная роза. Подходит, как я уже сказала, для вертикального изменения. Цена 265 рублей. Еще одна роза, на которую я хочу обратить ваше внимание. Это роза под таким названием Шраф. Что такое Шраф? Это мощные, прямо стоящие кусты. Размер кустов может быть от полутора метров до двух. Отличительная черта вот этих роз под названием Шраф, они обладают очень ярко выраженным розовым ароматом. То есть, розы очень пахучие. Вы знаете, вот мимо такого куста даже иногда вот проходишь, то есть, голова кружится от такого аромата. Высота их тоже бывает, как я сказала, от полутора до двух метров. Период цветения обильно, очень обильно цветущий. Розы устойчивы, в основном все розы устойчивы ко всем вирусным заболеваниям данной группы. И в основном их используют для создания ярких акцентов. То есть, цветовая гамма их тоже очень многообразна. Вот у меня здесь в руках вот такой один из самых обильно цветущих сортов. Вообще, вот розы вот этой группы, они все очень обильно цветущие. То есть, обратите внимание на розы под названием Шраф. Они действительно заслуживают вашего внимания. Цена таких роз 265 рублей. Вот у меня в руках, смотрите, вот здесь махровая форма, здесь полумахровая форма. Это вот название Бельгебер. Размер куста здесь 120 сантиметров. То есть, как я сказала, это прямо стоячий куст с мощными побегами. Очень красивый. То есть, если вы посадите его в центре газона или где-то вот вам нужно декорировать или сделать яркий акцент, вот именно розы Шраф. Отдавайте им предпочтение. Дальше, одна из самых тоже старинных групп и которая любимая у судоводов, давно уже заслужила это внимание. Это чайно-гибридные розы. Цветовая гамма у этих роз очень большая. И есть махровая, полумахровая. Вот у меня в руках, вот я вот вам с необычайно мокрасом формы куста. То есть, они хорошо поддаются формировке. То есть, можно сделать из них причудливую форму. Период цветения у них очень длительный. Кустарник раскидистый, слегка раскидистый. От 50 до 120 сантиметров высота его. В отличительной чертой данного сорта является очень изящное сложение цветков. И богатейшая раскраска. То есть, это вот чайно-гибридные, старинные сорта здесь вот в этой группе собранные. Очень хорошо себя ведут чайно-гибридные розы именно в срезке. Вот тоже обращайте на них внимание. Как я уже сказала, цветовая гамма различная. Формы цветов тоже различные. Вот здесь на пачках все указывается. Вот у меня High Magic сорт. Высота куста 120, размер цветка 8 сантиметров. Здесь вот зачеркнуто, роза неароматная. Чем мне нравятся семена Алтая, то есть, вот читаешь на коробке, то есть, вся информация уже здесь есть. Период цветения у нее достаточно длинный. Начинает она цвести, как правило, с июня месяца. Вот High Magic. Здесь у меня доска. Посмотрите, какой махровый цветок. Вот это, кстати, чайно-гибридная роза. Она уже ароматная. Высота куста 80 сантиметров. Цветок 10 сантиметров махровый. Посмотрите, какая необыкновенная краски. И причем удивительная черта вот этого сорта. Он не выцветает, если он разбудит на солнце. Он немного будет побледнее, но тем не менее цветок сохранит вот такую необычную раскраску. Асианна. Нежно-розовый цветок. Очень классическая форма бутона. И цветок 12 сантиметров. Высота куста нет. Прямо стоячий. Черный принц. Любимейший сорт. Устойчив к морозам. Высота куста 70 сантиметров. Цветки 8 сантиметров. Классическая тоже форма цветка. Ароматный, пахнущий цветок. Чайные гибридные розы стоят 265 рублей. То есть здесь я собрала незначительное количество. На самом деле в интернет-магазине Гардензол, как я сказала, и чайных гибридных, и всех. Просто здесь я, чтобы вас познакомить, вот представила здесь по нескольку представителей данной группы. На самом деле в интернет-магазине вы найдете огромное количество. Просто огромное количество этих роз. Следующий сорт роз, которых я хочу представить вам, это розы под названием спрей. Что же такое вообще розы-спрей? Это прямостоячие кусты. Размер кустов бывает от 40 до 70 сантиметров. Кистевые. То есть в одной кисти собрано, внимание, до 15 бутонов цветков. Розы эти используются очень часто для срезки и для оформления клуб. Сами цветочки достаточно небольшие, но они очень милые и собраны в кисть. То есть смотрятся очень нежно. Размер цветочков, как правило, таких, ну вот как вот в данном случае, роза Мими Эдем 5 сантиметров. Высота акустика всего 60 сантиметров. Период цветения, как я уже говорила, почти у всех роз у них начинается с июня месяца, а там дальше может быть или вторичный, или же продолжительное цветение. И розы такие ароматные. Они очень красивые. Потому что вариантов очень много. И вот этот сорт, вот в Мими Эдем, он очень обильно цветущий. То есть на длительном промежутке времени. Еще один очень интересный сорт. Вот такой миниатюрный розы. Называется Бэби Бакар. Размер цветочков 6 сантиметров. Кисти собрано до 15 штук. Представляете, какое зрелище. Вот такого пламени будет на одном кустике. Кустик высотой всего 40 сантиметров. То есть это передний план бордюра. Вот такая роза Бэби Бакар с названием. Миниатюрная роза. Еще одна роза, которая меня тоже покорила в моем сердце, называется Fire Flash. Роза с необыкновенной раскраской. Видите, какая она. Высота кустика метр. И опять же размер цветочка 6 сантиметров. Но вот маленький размер он никак не минус. Он наоборот плюс. То есть это очень красиво. И это роза ароматная. То есть это можно использовать розу как второго плана. Это роза спрей. Ценовой ряд таких роз. 265 рублей. Как я сказала, в Garden Zone. И еще одна у меня роза, которая тоже покоряет сердце почти каждого садового огородника. Это почвопокровные розы. Что такое почвопокровные розы? Это, как правило, розы, которые можно использовать для покрытия каких-то склонов. Или нужно какой-то другой участок здесь декорировать. Она очень быстро разрастается. Плетьи у нее имеют или могут быть стелящими, или паникающими. Площадь, которую она может покрыть, от 1,5 до 2 метров. Высота самого кустика, то есть самой розочки, где-то 20 сантиметров над уровнем земли. И дальше побеги расстилаются, но где-то до 1,8 метра. То есть, если вам надо быстро покрыть какой-то большой участок, то вот эта роза с таким названием почвопокровная именно для вас. Обильное цветение. Размер цветочка 10 сантиметров. То есть, может быть, чуть меньше, чуть больше вариантов масса. Вот данная роза, сиреневый дождь, у него высота, вот эта длина, скажем, плитей, где-то составляет 1,5 метра. Размер цветочка до 10 сантиметров. Вообще, почвопокровные розы очень часто используются для коврового озеленения в бордюрном исполнении. Если вам надо создать ковровый розарий, то почвопокровные розы – это как раз тот самый случай. У них очень длительные, обильные, цветущие и очень длительный промежуток времени цветения. В ценовом ряду такая роза стоит тоже 265 рублей. Цветовая гамма различная. Обращаю ваше внимание. Это вот, наверное, основные такие вот розы, с которыми я сегодня вас познакомила. Ну, на самом деле, в интернет-магазине есть и другие варианты роз. Поэтому заходите к нам, покупайте и следите за нашими новостями. Всем пока! Продолжение следует...